всем привет с вами мистер Акирич и сегодня снова с вами рубрика unboxing всякая китайская дрянь которую можно найти на алиэкспрессе можно купить и на этот раз у нас колонка jbl charge mini я ее не буду разбирать я сразу же знаю что там всего лишь один динамик который вроде как 5 ватт но на самом деле по моему все-таки 3 хочу просто показать как китайцы разводят jbl то есть смотрите вот это наклеить вот это специальная наклейка здесь на самой колонки jbl логотипа нет сзади очень прикольная аллюзия на bluetooth они короче написали wireless со значком скрипичного ключа и просто скопировали текст bluetooth sag и поменяли на слово wireless китайцы мастерство подделки очень такие развитая в кавычках вот якобы в ней есть микрофон на самом деле нет якобы она waterproof но тоже ребят не то и единственное что может быть где-то в далекой перспективе то что 12 часов может выдержать то мало вероятно потому что здесь даже не 6 миллиампер 6000 миллиампер часов там батарейка явно поменьше висит по-моему три с половиной потолок что внутри внутри у нас по сравнению с мг 18 который я обозревал немножко раньше только шнурок питания и сама непосредственно колонка шумиха насчет вот этой колонки в том что мне пришлось ее не заказывать с алиэкспресса купить в более распространенном месте она фактически сделана со всеми документами проведена несмотря на то что вот опять-таки jbl которая отрывается очень просто и просто с китая она бы шла бы гораздо дольше сроки немножко поджимали что у нас сбоку на сбоку типа наклеечка jbl другой стороны тоже наклеечка jbl то есть это не динамики спереди вместо динамика очень сильно прикрыто потому что там вроде бы должно быть два динамика на самом деле один вот но честно говоря у этой колонки даже при всех ее минусах есть определенные плюсы это интерфейс у всего китайского отребия которые раньше покупал и колонки nbi вот которая рядом находится и у наушников была болячка не почему-то считали что нужно озвучивать режимы на максимальной громкости насколько я знаю здесь такого прикола нет ношу включим попробуем так они даже скопировали мелодию запуска якобы очень таки приходу в фиговом качестве здесь у нас сразу же он показывает что нашел режим поиска bluetooth ой ладно попробуем посмотрим что там и как там она работает берем подключаем ее bluetooth смотрим что у нас тут как она определяется поиск устройств вот она меркает вот когда вот так вот она моргает это значит она поиск на называется charge меню чёрт меню чёрт меню окей не запретите жутится ну честно говоря даже мелодии похоже вот как она играет она играет вполне так скажем на уровне не на уровне джибель но если уже говорить о треках то мы попробуем все-таки еще несколько функций то есть сам по bluetooth модулю это можно даже проверить как-то вот так вот попробовал так понятно то есть крик петуха она мочит просто неестественно хотя сам звук если у час выключу даже саму самого телефона знакомы звуки из китайского говна гораздо лучше с игрового динамика прохрипшего lenovo она звучит гораздо лучше ладно вставляем теперь включаем bluetooth снова таки опять ушел в поиск вот это значение обозначает что он идет в поиске включаем флешку флешку можно включить вот такую вот обычную избишную можно включить и карту памяти флеш так вот она ставим на паузу и даже уже что-то пошло для сравнения возьмем вот эту колоночку вставляем если она встанет до конца ну в общем разница на лицо два динамика все-таки решают чтобы там вам китайцы не говорили теперь попробуем радио радио все говорят что типа не проверяют на самом деле стоило бы потому что многие начали использовать эти вот такие мелкие колоночки именно как радио и так сразу же поясняю как правильно подключить антенна антенна это не вот этот провод зарядки то есть провод usb а провод зарядки включаемся к проводу зарядки нажимаем кнопочку м мут и он должен перейти в режим вот пришел режим радио как слышите короткий такой кабель естественно никакого приоритета не дает очень проверен противоположную сторону а нет да нет кабель вообще вот да правильно изначально подключение давайте попробуем чем-то такое ну находит на самом деле вот этим кабелем коротким довольно неплохо без него но сейчас мы проверим одну известную харьковскую радиостанцию мне кажется что вот просто не находит да он находит все несколько отстанций да он находит очень мало поэтому если вы хотите использовать его как радио как минимум купите длинный кабель я сейчас даже сделаю вот так для безустановочного поиска нажимаете play pause кстати интересно чтобы если мы сделаем вот так я сейчас понял одну вещь зажатие клавиш это регулировка громкости но я вот сейчас проверял как она работает и меня удивила некоторая вещь вот походу она перешла bluetooth включаем в разъем питания включаем в телефон для телефона мощности не хватает но почему-то сама себя если мы вот так вот включаем чего делать кстати не стоит она пытается зарядить она пытается сама саму себя зарядить это морозом полнейший конечно не очень много даже вот так поступить берем нашу вторую колонку подключаем DCM и смотрим что он что вторая колоночка там небольшой такой зеленый заряжается то есть да это пауэрбанк формально но телефон вы от него не зарядите максимум ну я не знаю что можно зарядить такую вот сверх мелкая может быть какой-то наручный бэнд часов там что такое но вот такой вот колонка да реально пауэрбанк в ней есть но зарядить она что-то не может в принципе в принципе такие деньги конечно лучше все-таки покупать такие вещи на алиэкспрессе не тратить лучше потратить больше времени но меньше средств и вот такой вот вывод насчет этой колонки пишите в комментарии ваше мнение на этот счет сахар мы видим мы на алиэкспрессе